Добрый день, друзья! В студии Медиаметрикс проект Мимонот. Сегодня в гостях у меня Маруся Лёвкина и её менее известный супруг Владимир Лёвкин, начинающий привет. Так, нас ещё не представляли. Как вам работает? Нет, подожди, мне понравилось, тут недавно были на съёмках на одном телеканале, Ника прогноз погоды делала. И потом смотрим, знаешь, как написали, Ника Лёвкина 6 лет. С родителями. Нет, нет, нет. А потом камера так показывает, она в маленьком окошке, и мы такие сидим, за неё переживаем, и написано, родители Ники. Ух, так, так, оно есть, она прелестность, я видел у вас у Малышевой. Да, вчера был эфир. Да, да, посмотрел, она просто, она такая раскованная, такая, естественно, жаль, что у нас места больше нет в студии. А у неё расписание, у неё садик, у неё курсы первоклассника. То есть не привели бы по-любому даже. Нет, почему, для тебя привели бы, конечно. Тогда в следующий раз. Нет, нет, подожди, давай миф сделаем такой, что очень занятой ребёнок, и она не вписалась сегодняшней. Так мало того, буквально на днях записали песню, ты не представляешь, вот человек пришёл в студию, всё как положено, отписался, всё сделали, всё прекрасно, всё хорошо, и потом она выходит, а я смотрю, она горит, я прям почувствовал, что она горит. Я так говорю, температура. Маруся говорит, ну что, едем домой, я говорю, нам ещё дописаться надо. И она вышла, вот так вот легла тихо, знаешь, тихонько она ждала. Я не представляю, откуда у этого ребёнка столько сил, столько энергии, и мы же её спрашивали, Ника, поедем домой сразу, она говорит, нет, 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 вы же тоже должны записаться, знаешь. Кто имя, кстати, выбирал? Это удивительная история, имя Ника получила на 10-й день после рождения, то есть на 10 дней была крошечка, дочечка, малышка, вот, ну как-то я очень хотела назвать Александра, потому что для меня это история девочки, которая приехала из провинции и покорила Москву, и вот Москва слезам не верит, Александра. А, поэтому понятно. Да, и мне казалось, так это красиво сочетается Владимир Александрович, то есть ещё тогда был жив папа Володи, и я думаю, ему так было бы приятно. А у Володи принципиально было, нет, девочка не должна носить мужские имена, вот это его такая позиция была. И вот я говорю, ну если не Александрович, ну может быть Юленька, ну это же Лёвкина, нет, у меня должно быть какое-то такое победоносное имя. А уже была Вика у нас в семье. Старшая дочь. Да. И мы вначале Нику назвали Вероника. И на десятый день после рождения, я думаю, так В, 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 так, две дочери на букву В. И приезжаю домой, и моя мама плачет. Я говорю, Господи, почему ты плачешь? Она говорит, у меня внучка Вероника Владимировна, как эти юмиористы в платочках и с усами. То есть у меня вообще не было таких ассоциаций. У меня, кстати, тоже, я не помню. У меня тоже такого не было. Вот, а у неё, и я такая говорю, ну вообще-то мне тоже Вероника, ну как-то так. Я говорю, может, вы хотели Ника, Николь, Победа. И как-то это так вот сложилось. А теперь я расскажу. Свою версию. Нет, как оно было на самом деле. А дело в том, что у меня был рецидив, и Маруська в это время… Рецидив. Рецидив болезни. С онкологией в смысле. И Маруська в это время моталась между мной и, так скажем, работой и домом. И, слава Богу, так скажем, все ей помогали, и тесть, и тёща, и мама моя, и сестра, ну в общем, все, все семьи, её сестра, все помогали. И меня выпустили на то, чтобы встретить Нинку, девочку. Выписку на выписку. Буквально там на 3-4 дня. И потом ещё через какое-то время отпустили. Вот именно в то время, когда я ехал опять в больницу, я сказал, что она будет Нинка. И я в нашем чате семейном написал, она Нинка Владимировна. Ну, мне понравилось, что, по-моему, 7 дней написали. Вторая победа Владимира Лёвкина. И для нас это действительно очень символично. Так как раз Володя там ещё второй раз победил рак. Да, я уже шёл, всё было понятно, что я уже шёл на поправку, операция уже была проведена по пересадке. Вот так. Вот как-то всё это в одном время. Ну да, в одном время. И я как раз… Нинкран такой. Победа сном. Пересадки чего? Костного мозга. Ну, то есть, серьёзная операция, на самом деле. Ничего не хочу сказать, просто, понимаешь, как-то в жизни срослось таким вот образом, что рядом со мной человек, с которым можно делить всё. Сцену, дом, дочь и ещё кое-что. Сегодня эфир. Кстати, это ты предложил. Да, я хотел, ночью Лёвкин ходит и ходит, ходит, ходит. Он же был здесь, здесь как бы всё-таки… Спасибо, мне очень приятно. Надо же. Потом я посмотрел, что вы всё время вместе ходите. Я думаю, некоторые мужья просто не очень любят жён пиарить, поэтому… А мы не пиарим. Пиарим, я наоборот всегда против. Ну, скрывают, скрывают жён. Нет, я всегда против, когда мне говорят, встречайте жена Владимира Лёвкина. И я иногда обижаюсь, говорю, но я ведь сегодня не как жена пришла, я пришла как певица Маруся, которую меня пригласили, потому что жена – это, которая суп варит и детей воспитывает. Жена я дома. Хотя суп-то хороший, что-то. Жень, приглашаем. На борщище. На борщище. А когда это касается творчества, сцены, телевидения, эфиров, то я прихожу не как жена. Даже если мы вместе. Он очень даже самостоятельный. Я да самостоятельный. Он и без счёта не может работать. Какой-то конец. Мне кажется, что сценическая деятельность жёна, она всё-таки как-то должна семейной жизни не мешать. Я вот в субботу, в минувшу, беседовал с Людмилой Поргиной вдовой Караченцевой. Она когда-то сказала, что Николай Петрович ей сразу сказал, вот кино – это моё, а твоё дело – дети. Семьяну в театре, может, так, выходить. Вот как к такой установке вы вообще в принципе относитесь? Ты знаешь, Жень, мы по-другому немножко. Спасибо за возможность вот это рассказать, потому что мы сейчас готовим программу и альбом. У нас есть эта программа, но… Осенью, да? Да, осенью, да. Программу и альбом готовим семейных песен, понимаешь? Где мы будем петь все вместе – я, Маруся, Ник. Семейные они потому, что вы будете вместе исполнять, поэтому… Нет, нет. Это музыка для семьи. Для семьи. Это и детские песни, понимаете, которые ноль плюс. И песни, под которые можно, так скажем, посидеть за, так скажем, вместе с любимой у камина, понимаешь? Вот именно такие вещи. Семейный альбом. Там песня про маму, про родителей, про сладкоежки. То есть то, что можно слушать вместе со своей семьей. Потому что сейчас у нас такая проблема, что Ника уже не слушает детское радио. Уже не слушает? Да, она не слушает. Уже все. Она с двух лет слушает Майкла Джексона и знает его репертуар наизусть, знает каждый клип наизусть. Да, поэтому ей это как-то очень быстро все это отошло. Хотя в ее репертуаре детские песни. То есть она не поет песню о любви. Мы с Володей иногда сидим, смотрим эфиры центрального телевидения. А там детские конкурсы, и дети исполняют взрослые песни. Сейчас говорю… Нет, вокальные возможности детей у очень хороших и очень многих. Прекрасные. Да, все дети талантливые. И я сейчас вот был, я буквально недавно вернулся с детского конкурса, и меня поразило, что детские песни практически поют единицы. Вот в 6 лет выходит девочка и начинает там петь «Я встретил…» Ну, условно, да? Я тебя люблю, я тебя не люблю. Я тебя люблю, я тебя не люблю. Что это? Взрослые песни, нельзя так, мы против. Понимаешь, все-таки, слава Богу, у нас остается наследие Шаинского и всех остальных людей, которые писали детские песни. Реально. Для чего они их писали? Для того, чтобы… Понимаешь, мне кажется, что в этих песнях есть то, что не навязано. Ну, вот просто солнышко, вот просто, извини меня, черепаха, вот львёнок, какие-то такие… улыбка, вот то, что воспринимается очень здорово. А сейчас, я не говорю о современных композиторах, кстати, очень много, их просто не знают, не знают. Ну, ты слушаешь радио, и с ребёнком встречаешь. Кто пишет этот материал, кто пишет из детей, да. Детские, очень многие, и Игорь Корнилов, допустим, наш товарищ, да, Костя Бусыгин, наш товарищ, много людей пишут детские песни. Андрюша Балашов. Андрей Балашов, да. Ну, то есть, те, вот, допустим, с кем мы общаемся, эти песни пишут. И я уверен, что у многих композиторов есть такие песни. Поверь, просто они коммерчески невыгодны, потому что композитор сейчас… Подожди, композитор сейчас получает деньги за песню, условно, да, и потом авторские отчисления – это небольшие деньги, понимаешь? А как продать детскую песню? Никак. Вот, ну, никак её не продашь, даже заинтересованным родителям, у которых есть деньги, потому что они возьмут ту песню, которую можно взять минус, условно, и спеть какую-то песню, понимаешь, на детском конкурсе. Ну, кажется, что ещё наше телевидение так воспитывает и музыкальных работников, которые занимаются с детьми, да, и родителей, которые приводят на телевидение. Их ребёнок вынужден петь какие-то взрослые песни. Мне вот действительно… Я начала разговор так к тому, что Ника слушает радио, и она всегда, вот последняя у нас, первая у нас от Ники бывает такие, она едет такая слушает, говорит, «Мам, я что-то не понимаю, но почему раньше всегда пели о любви, а сейчас все песни про расставание, измены, раздевайся, ложись?» Понимаете, это же ребёнок, они же всё это слышат. Я говорю, мне так стало неудобно, я говорю, «Да нет, Никуш, раньше тоже пели про расставание, потому что, говорю, любовь всегда существует, она не существует только вот в хорошем, там, да, люди всегда сходились, расходились». Она говорит, так задумалась, говорит, «Вот скажи, у Бузова есть жених?» Я говорю, «Наверное, нет». Она говорит, «Ну вот у неё такие все песни, наверное, мам, действительно, у неё нет жениха». Просто понимаешь, какая вот условная вещь, мы записали с Ники песню «Солнце», а через какое-то время мне начали звонить люди, которые работают с детьми, и говорят, «Волода, дай минус». Я говорю, ребят, вот композитор, пожалуйста, звоните ему, с ним разбирайтесь. Каким образом, я исполнитель, он мне разрешил, мы исполняем. И людям проще. А кто автор? Андрей Балашов. И в конце концов, я говорю, вот с автором, решите вопрос, тогда всё будет нормально. Что ты думаешь? Нашли в интернете где-то минус, просто-напросто ей поставили. Нет, я говорю, с одной стороны хорошо, а с другой стороны, а Андрей, как автор, должен получать за это маленькую хотя бы свою копеечку. Понимаешь, это правильно, и это честно, и это по-пацански. Знаешь? Либо сразу дай, либо по копеечке дай. А потом вот к Новому году вместе с детским развивающим центром «Разноцветик» мы записали песню. Такая она новогодняя, такая классная. Там Ника рэп читает, знаешь, и вроде бы всё здорово, всё хорошо, а никуда. Вот только раскинули по этому сектору, и никуда. Хотя песня очень красивая. Написал Валерий Ткачёв эту песню. Я говорю, композиторов очень много, хороших детских, прекрасных композиторов. Ничего не хочу сказать. Самые лёвкины и начнут в этой стране популяризировать детскую, детские песни. Выговаривать сначала, выговаривать. Надо выпивать просто. Нет, мы без бокала будем это делать. Нет, на самом деле оно интересно. Ты знаешь, по какой-то истории очень мало было именно семейных каких-то концертов на эстраде. Их очень не так много. Сейчас существуют, уважаемые абсолютно люди, когда семьёй уходят. Здесь вот именно таким образом. И это, поверь, это одна из частей маленького нашего творчества. Потому что у Маруси есть альбом, своя концертная программа. У меня тоже есть концертная программа. Иногда мы вместе работаем в концертной программе. Иногда мы берём Нику на одну песню. Не представляешь, в Израиле она выходила на одну песню, собирала все цветы и уходила. Вот с такой охапкой. Ну, да, папа 35, почти 40 лет работает на эстраде. Нет, это смешно дошло, что начали разговор, что вчера был эфир, где Никуша в программе «Здоровье» была у Малышевой. Я захожу в садик, и одна из мам, которая с нами ходила может года два, вдруг меня встречает и говорит, а вы оказывается популярны. Я видела вас у Малышевой. Что за фамилия, Лёвкин, никто не знает, откуда. Я тоже мой житель, человек на сцене, что-то делал, и вот благодаря Малышеву он наконец-то стал популярным. Спасибо, Лена Васильевна, спасибо. Кстати, вот Израиль был упомянут, а то, что в Сирии ты выступал, это никак не отражается на проблемах въезда? Нет, ну Израиля точно нет, абсолютно нормально приехали. А там не шут никаких, да? Не знаю, у нас не выпускали, я тебе вот… Из Израиля? Нет, из Москвы. Долго смотрел товарищ в Сирии… Пограничник или в Израиль? Нет, в Израиль. Товарищ пограничник очень… в Турцию мы летели, да? В Турцию мы летели. Он очень долго смотрел. Мой паспорт. Маруськин паспорт, я уже прошёл, понимаешь? Её паспорт смотрел, говорит, а почему у вас иранская виза? Спросил вдруг пограничник. Маруся такая, это сирийская. Ещё больше глаза такие, что вы делали в Сирии? Я говорю, песни пианы. А что вы делали в Сирии, кстати, расскажите, когда это было и как это было? Ну, это было два раза уже в нашей жизни, ну, причём это было так… понимаешь, для меня отец военный, Царство Небесное, и для меня всегда это определённо, когда там Министерство обороны предлагает определённые концерты, я очень редко отказываюсь, честно говорю, вот очень редко отказываюсь. Хотя понимаю, что это по большому счёту всегда время тратить и всегда, ну, накормят, напоят, ну, и хорошо. И тут вот поступило предложение слетать к ребятам в Сирию, просто поддержать, спеть песен. Ну, большая команда артистов. А кто был? – Ой, Вадик Казаченко, и, господи, сейчас всех… – И Данка, Сычёв, Леська Ярославская, Яна Поплавская. – То есть, очень много… Лачина, Лёша Дмитриев. – Да, Гурцов вёл концерт, и Алексей. И, в общем, на самом деле у нас был Паскаль, это уже в следующий раз, Грачевский, полис, это всё, это убийственно просто, понимаешь, и мы собрались, точнее, я собрался, я долго молчал, очень долго молчал, потом говорил, слушай, я вот тут слетаю в командировку войска, она говорит, куда? Ну, в Сирию, я один полечу. Никуда ты без меня не полетишь. – Ну, в общем, пришлось взять, потому что это было… – Прям пришлось. – Ну, конечно, скандалов бы было. Да нет, на самом деле, вообще без проблем, я тоже Лечу сказала, и мы полетели вместе. – Вот про фестиваль, когда ты сказал, я подумал, а Николёвкина в проекте «Голос», допустим, не будет участвовать? – Нет, мы вот сейчас точно нет, потому что сейчас она пойдёт в школу, в музыкальную школу. Понимаешь, для меня, как для человека, который занимается, так скажем, определённым эстрадным искусством уже на протяжении какого-то количества лет, я всё-таки считаю, что база должна быть. А в музыкальной школе её дают, именно эту базу, там развитие вокала, это, естественно, у нас есть определённые люди, которые могут с ней заниматься, потому что мы, как родители, это не воспринимается, к большому сожалению. Я даже сейчас в студии, когда она работает, я не мешаю, потому что, если она работает со звукорежиссёром и композитором, и он ей говорит, вот там, тут-то нотку подтяни, здесь-то. То есть, я вообще ухожу. Вчера были на съёмках, сценарий пробежали, я говорю, ты всё помнишь? Она говорит, всё помню. Я зашёл её сфотографировать, она говорит, папа, иди, я сейчас сама всё, мы сами всё тут решим. Мне ещё кажется, что Ника и конкурсы – это немножко несовместимые вещи, потому что она, сейчас шла реклама этого «Голоса детского», она так посмотрела, говорит, ты знаешь, мам, мне надо тебе что-то сказать. Я говорю, что она говорит, мне не нравится, что кто-то лучше меня. И это такой психологический момент, я думаю, что любой конкурс, любой проигрыш в её сейчас, в мире, в котором мы ей создали, может очень сильно психологически ей навредить. Поэтому лучше без них. А вы смотрите с семьёй вообще этот голос? Этот не буду смотреть. Почему? И не хочу отвечать на этот вопрос. Я считаю, что… Он не смотрит на самом деле конкурсы? Я нет. Вообще никакие. Я, понимаешь, я как член жюри очень часто езжу на детские фестивали и конкурсы. Да, очень часто. И вот буквально тут в Казани будет, в Йошкар-Оле будет, тоже поеду в очередной раз. Но это одна ситуация. А когда ты наблюдаешь за шоу, я знаю это шоу, я видел это шоу, я прекрасно понимаю, каким образом чего выстрелили. Но вот именно это… Слёзы-то настоящие у детей, поэтому… Да, детей же так жалко просто. Детей жалко с одной стороны, а с другой стороны, честно говорю, вот именно сейчас времени очень мало, реально, не до телевизора. Больше сейчас упор именно… Да мы вообще как-то больше в семью. У нас, знаете, в такое время игр всяких настольных. Правда? Ой, настольные игры. Я не возражаю. Мы купили лото, русское лото, мы выключаем телевизор, сбрасываемся вот каждые по соточке. У Ники тоже есть. Да, у Ники свои. Мы зарабатываем эти деньги с каждой съёмки, с каждого эфира мы платим небольшой гонорар, там 50-100 рублей. Потому что раньше как-то платили, ну, знаете, там, ребёнок выступил, ему игрушку даёт. Когда я поняла, что игрушек уже много, а ребёнок уже перестаёт это ценить, я это всё перевела в денежный эквивалент. И она накопила, когда она накопила первую тысячу, пошла купила сама себе лего на свои деньги, она осознала, что такое вот с каждого концерта собирать. И, знаешь, был у нас с Ники очень серьёзный разговор, потому что она когда собрала первую тысячу, она хотела её всю отдать детям. На благотворительность. На благотворительность. Я очень долго с ней разговаривал, почему, так скажем, делиться это хорошо, но нельзя отдавать всё. Потому что, говорю, у тебя же есть какие-то потребности свои определённые чего-то. Я говорю, вот, знаешь, раньше, говорю, было такое, что Господь сказал делиться, и была церковная десятина. Она говорит, пап, что такое десятина? Я говорю, ну, десятина, это вот человек зарабатывает определённую сумму, 10% от этой суммы он отдаёт церковь. Ну, если ты хочешь отдать на благотворительность, отдай 10%. Подумала, говорит, ну, ладно, хорошо, тогда я себе что-то куплю. Я говорю, пойми, ты, конечно, ещё заработаешь, но именно в данный момент, мы же не знаем, вдруг тебе что-то понадобится прямо сейчас. Вот завтра. А ты уже всё отдала. Мы с ней реально очень долго говорили, почему нельзя отдавать всё. Всё. Я говорю, тем более, что всё-таки это семейный, тоже бюджетный. Это, конечно, твои деньги, но бюджет-то всё равно семейный. – Серьёзно? – Да. – Сейчас, что на такси хотел папа взять, пока одни-ка в садик, и говорит, у тебя есть мелкие деньги на такси? Я говорю, одни-ки есть, но мы не взяли, мама нашла у себя. И по большому счёту, конечно, воспитание. Знаешь, я немножко иногда виню себя за то, что в своё время, конечно, Вику я упустил, я не видел этого всего. Пока я росла старше, я, правда, не видел этого всего. Но мне очень приятно, что она понимает это. Она даже где-то в Инстаграме написала, как я за вас радуюсь. Жаль, что ты меня в своё время вот так не видел, но я всё понимаю. Значит, мы в Инстаграме иногда друг друга подкалываем, но в соцсетях. – Сейчас папа копит деньги на Диснейленд, потому что наша 25-летняя дочь сказала, а меня папа не возил здесь, ну ладно, если вы поедете, то я поеду с вами. Мы это всё посчитали. Парижский, конечно, но сейчас такая нестабильная там ситуация. Мы немножко боимся, правда, ехать с детьми. И мы ещё посчитали, сколько это будет стоить на такую семью. Нам надо много петь, нам нужны концерты. – Друзья мои, нам нужны концерты. – Это гениальная, конечно, шутка была во вчерашнем эфире, когда изображал человек, что он умер, вот эта реплика мы отлично поём. Но на похоронах она не была отыграна. – Не была так уверена, что это было. – Я просто аплодировал, я думал, ну вот, человек просто вот это же ясно, что не по сценарию, просто это отлично. Чувство юмора – это просто зачётный. – А муж позвал меня Дубриевич. – Нет, это шикарно, Володь, это шикарно, это просто лучший момент в эфире. Я просто ржал, потому что это было так сказано, с таким артистизмом. Насчёт голоса. Существует такой тезис, что после того, как Александр Борисович Градский ушёл с голоса, этот проект потерял. Цифры нам показывают… – Цифры другие абсолютно. – Нет, цифры хорошие, но некоторые объясняют это инерцией. Вот Ваше отношение к этому вопросу «Градский голос»? Кто кому больше дал голос, «Градскому» или «Градский голос»? – Александр Борисович всегда был самодостаточным человеком. Я не знаю, что ему дал проект. – То, что его страна узнала. – Да, проект, но проект он дал очень много, по большому счёту. Вот многие же ребята сейчас, которые были в его команде, работают в его театре, разъезжают по стране, и он поддерживает их. Понимаешь? Конечно, в том смысле он не продюсер, но он такой человек, который реально может поддержать. Понимаешь, очень многих мы из всяких голосов и не видим, и не помним, и один раз увидели. Хотя у них контракты с серьёзными продюсерами, но мы их не видим. А здесь мы практически всех его воспитанников видим, пускай не на первых ролях, но это абсолютно профессионалы, такие сильные, серьёзные профессионалы, которые работают, на чьи концерты мы ходим с удовольствием. – Мне кажется, что вообще любой эфир, особенно кнопка первого канала – это для артиста показать зрителю, что я есть. Буквально вчера я выложила пост «Смотрите нас на первом канале», и одна девушка прокомментировала опять эти Лёвкины, как же они надоели. Я написала ей «Крепитесь», потому что мы, в принципе, не остановимся. – Молодцы! – Вы понимаете, такая вещь, ты не ходишь на эти эфиры, и тебя нет, и начинает писать «Куда ты пропал». Меня прямо раздражает эта фраза «Куда-то она пропала». Артист никуда не пропадает, он поёт. Это не только про нас, вообще про наших коллег всех. Если они не ходят на эфиры, и их нет в ротации каких-то крупных радиостанций, это не значит, что их нет, и у них нет песен. Мне понравилось, сейчас вспомню Децела, в последнее интервью он куда-то шёл, журналист сказал, куда-то вы пропали. Он говорит, это не я пропал, я за 10 лет выпустил 7 альбомов. Это вы пропали из моей жизни. Понимаете? Поэтому эти эфиры, конечно, они нужны артистам как хлеб для того, чтобы люди просто помнили, что они действительно есть, что они существуют. – Скажу избитую фразу, я в прошлый год очень много посвятил времени таким концертам, у нас такая концертная бригада была, мы ездили по областям Центральной России. И ты знаешь, вот эти эфиры, которые были у Малахова, на Первом канале, где-то ещё, когда администратор приезжал и говорит, я вот везу вам концерт из таких-то и таких-то, они говорят, о, Лёвкина видели вчера, значит берём, значит берём, всё нормально. – Это работает. – Да, потом вообще на самом деле доходило до того, она говорит, я приезжаю, администратор наш, этих концертов, этого направления деятельности, понимаешь, потому что много направлений деятельности. Она говорит, приезжаю, полуразрушенный Дом культуры, извиняюсь, ни туалетов, ничего. И она список выставляет, говорит, вот такие артисты, они говорят, да, Лёвкина привезёшь, туалет построим. Ты знаешь, вот я тебе честно говорю, мы приехали, стоит новенький туалет, новенький туалет, и она говорит, Володя… – То есть, ему нужен новый туалет? – Да, Володя, Володя, для тебя, только для тебя. И по большому счёту ничего не хочу сказать, всё-таки в нашей глубинке определённой, там, где остались дома культуры, там, где остались как бы красные уголки определённые, люди ждут, люди ждут артистов, люди ждут тех, кого они видят по телевизору, а тот вариант, когда… Ну, там есть и большие дома культуры, реально там, знаешь, краснодарский край, там стоят просто вот эти сталинские такие, ух, приходишь, и у тебя там вот это вот всё, а-а-а, тридцатые годы, двадцатые. Всё как бы сохраняют, пытаются сохранять. Но когда туда приезжает наша современная молодёжь, которую любят в городах, там не очень это всё воспринимают, почему-то не хотят, почему-то… А вот мелодика, когда у человека есть просто мелодия, простые слова, ну, более-менее, так скажем, вменяемое звучание и попадание в ноты, люди очень этого ждут, очень. – А с Кириллом Толманским вы были знакомы? – Я больше с Сашей знаком. – С Александром, я тоже с Александром. Ну, мы же начинали, мы начинали практически в одно время, т.е. он в 89-м где-то появился, и мы уже начали репетировать. Где-то мы пересекались на каких-то мероприятиях. – Ты мой датила? – Да. – Здравствуйте, в 89-м. Он вообще мой одногодка. – А, подожди, в каком году? Ну, подожди, он начал. – В 89-м году мы пошли с Кириллом в первый класс. Ну, не я с Кириллом, вообще… – А, или в 90-х, подожди. – Конечно, это же в 90-х, Кирилл начинал в конце 90-х. – Я вот о чём хочу поговорить. Вот попался мне пост поэта одного, совершенно, как мне сказалось, Хамский, он по поводу эфира, посвящённого гибели Децла, что вот туда пришла Ирина, его мать, и вот как она может, вот неделя всего прошла. Я считаю, что как раз отдать дань памяти сыну – это нормально. Вот как вообще отношение ваше к этим… Я, допустим, отказался, честно говоря, идти на эфир, посвящённый Крису Кельме. – А вы тоже отказались? – Ну, я не столько отказался… – Там вообще не было, фактически, людей с которыми… – Понимаешь… – Это очень сложно. – Да, это правда очень сложно, но редактора, они такие люди, они… Допустим, я ходил… Честно говоря, я всегда хожу только для того, чтобы почтить память или сказать спасибо, или поздравить человека, о ком эфир, понимаешь? И когда у Женьки Осиновны был такой эфир, я пошёл, я сказал только то, что я хотел сказать. Я хотел ему сказать спасибо. – Не всегда оставляют ведь, что скажешь. – А вот в том-то и дело… – А, когда… – Да, в том-то и дело. А при общей массе, так скажем, определённого негатива этот позитив оставляют. – Оставляют, да? – Да, позитив оставляют. Как мы были на одной передаче, где мыли косточки одному артисту и… – Вадику Казаченко. – Кому? – Вадику Казаченко. – А мы сидим за кулисами и ждём, что-то нас не зовут и не зовут, не зовут и не зовут. Когда там в конце концов всё это происходило, приглашают нас, показывают наш клип и говорят, а вот вообще на эстраде-то можно и по-другому, можно жить, рожать детей. И вот такие сети. Положительный пример. – Очень часто я сейчас вот прямо расскажу правду, матку. Когда редакторы приглашают тебя на одну определённую тему, а тема-то другая. – Это сплошь и рядом. – Это так неприятно, на самом деле. – Это подстава сплошь и рядом происходит. – Да, поэтому, когда иногда пишут, почему вы ходите, потому что мы пришли вообще другому сказать, а иногда попадаешь так, что-то тема-то другая. – Мы с Марусей, я не помню сколько, но там какое-то время уже были вместе, но совсем не. И приглашают на эфир, значит, эфир… – Про любовь. – Да, про любовь, о любви. Эфир о любви. И вот мы приезжаем на… ну, уже вошли в кадр и говорят, ребята, вы знаете, какой эфир там? – Ангелина Боб сидит, по-моему, это такая еще передача была с Малаховым, который… – С тем, который Малаховым. – Геннадий, да. – И говорит, сегодня тема нашей программы… – Без фибродов. – А-а-а! – Понятно. – Старые мужья у молодых девчонок, понимаешь? – Не побегись. – Не побегись. – И я так… – Подставка. – Без фибродов. Знаешь, все такие сидят и глядят, а девадцать уже некуда. – Некуда, нет. – Ну, вроде всё. Ну, как-то так вот вывернули. Ну, тогда там была другая возможность, они тогда песен петь давали, по большому счету, в этих эфирах, и как-то все равно люди… – Отдача была какая-то. – Да, на слух удержали. А другое дело, когда-то говорящая голова, это естественно. Но я там не мог про Женьку сказать, не сказать про Осина, потому что мы работали вместе, и клип там, вот один из его клип, там «Не надо, не плачь», я как бы второй режиссёр этого, это моя как бы курсовая работа, все понимали вообще, почему это что, когда я в ГИТИСе учился. Но не могу сказать, что мы там дружили, но довольно-таки много общались. И не сказать о нём то, что вот я в своём сердце о нём оставил, я не мог. – Вот на похороны Кирилла Толманского мы не пошли. Мы, правда, собирались, мы очень много размышляли. И как-то просто пойти, как многие пошли ради тусовки, это очень противно, мерзко и низко. Подержать Александра как отца, не как продюсера Децела, а как отца, мы нашли слова, просто ему отправить лично в сообщениях. Поэтому не надо было, наверное, присутствия. Изображать там какую-то сумасшедшую скорбь, я его любила, я её слушала, как мы видели просто от других артистов. Это не правда, это не про нас. – Лично я, кстати, был приятно удивлён, когда узнал, что ничего у него не нашли, в смысле ни алкоголя, ни наркотиков. Потому что, конечно, когда в 35 лет артист на дискотеке, ну, передоз однозначно. При этом мы знаем, что тот же Осин и тот же Кельмен, ну, или так, что… – Мы знаем другую сторону медали. – От чего пьют артисты? От невостребованности или уже по привычке, потому что привыкли бухать всю жизнь? – Нет. Тут совмещается несколько вещей. Понимаешь, что у Криса, по большому счёту, что у Женьки не было, ну, либо они сами это всё, как говорится, потеряли, но не было человека рядом, который мог бы что-то сказать. – Вот это Маруся, это вам такая подача. Не было Маруси, скажем так. – Тут на самом деле люди творческие… – Согласен. – Они в любом случае, так скажем, и венца после концерта выпить, и не только венца, и того и сего. Но когда ты понимаешь, что семья, что тебе возвращаться к ребёнку, который тебя ждёт, между прочим, после концерта. Вот она после концерта меня ждёт, и ты понимаешь, что чуть-чуть можно, а дальше… – Я говорю, что есть какие-то такие… – Хорошие ты есть. – Силы, которые не всегда зависят от нас, и не всегда может их победить любовь и дети. Потому что у Жени Осина была тоже и жена прекрасная Наташа, и прекрасная дочка. Мы, кстати, были на похоронах и видели эти искренние слёзы, и как она прочитала настолько проникновенное стихотворение, которое она написала накануне «Похорон». И всё это было так по-настоящему, что я бы не хотела так говорить, честно, потому что я, наверное, винить жён, которые не смогли… – Марусь, я тут не виню, потому что Женьке и работать тяжело было в своё время, его надо было всегда каким-то образом подструнить. – То есть, у неё была дисциплина, да, вот эта дисциплина артиста? – Не то, что дисциплина. Я опять не хочу сейчас обижать, просто как-то всегда какие-то сложности, когда там совместные концерты были. Меня очень часто просили, как организаторы концертов, Женя Осина, его, так скажем, доверенные лица говорят, нет, Володя, это сольное – другое дело, а вот когда это много-много людей, это могут быть большие сложности. – Мне кажется, просто нужно понимать, что алкоголизм и наркомания – это болезнь. Болезнь, которую нужно лечить серьёзно, это невозможно так какой-то силой воли вдруг или какой-то безумной любовью раз и выйти. – Не все заболевают, у кого есть такая возможность. Это отдельный разговор, у нас две с половиной минуты до конца эфира осталось. – У нас одна из тем была заявлена, это гендерные праздники, 23 февраля, 8 марта. Что, как Лёвкины будут зажигать и где в эти дни уже, знают они? – Ну, нельзя говорить про новую землю? – Нет. – Понятно. – А тебе можно? – У нас военная тайна. – Нет, понятно. Нельзя. Ну, на самом деле мы будем поздравлять и с 8 марта, и с 23 февраля наших и военных, и не только военных, и гражданских, с 8 марта мы будем поздравлять. Ну, я лично иногда буду поздравлять, иногда вместе будем поздравлять. Поэтому тут какие-то есть, понимаешь, это не афишные концерты. – А, я понял. – Да, это не афишные концерты. – Это корпоративы, я понял. – Да, и что-то я сказать не могу. Но радостно, что и на 23, как обычно, и на 8 марта, как обычно, есть востребованность уже не только меня, но даже и Маруси, и Никки. – Да. Ну, ты-то имеешь, кстати, отношение, в отличие от очень многих артистов с 23 февраля, потому что у тебя и папа военный, и сам служил в журнале военный. – Я тоже теперь имею. Я же получила медаль государственную за… – Ну, тоже, да. – Ну, имеет отношение. – Я тоже участник боевых действий, да, я тоже теперь имею право праздновать этот праздник, потому что я служила Отечеству. – Ну, это праздники, это не дни рождения. С днём рождения, знаешь, что нельзя поздравлять до дня рождения. А здесь вот с обоими праздниками… – Можно. – Можно. – Нет, Лёгкина с 8 марта не надо. – Лёгкина с 8 марта поздравляю, потому что у него такая жена и такие две девочки, поэтому я его как отца и мужа поздравляю с 8 марта. Артисты имеют отношение ко всем праздникам. – Ко всем. – Абсолютно. Которые они и празднуют, и которые они украшают. Поэтому я вас обоим поздравляю с тем и с другим праздником, надеюсь увидеть ещё раз в этой студии и в том числе в составе… – Ну, хорошо. – В расширенном. – В расширенном. – В расширенном. Большое спасибо, что пришли на эфир и дождались меня. Спасибо большое. – Спасибо. – В эфире был программ «Мимо нот», у нас была Маруся Лёвкина и Владимир Лёвкин. – Всё хорошо. – Её муж. – Её начинающий исполнитель, да. Спасибо вам, ребят. – Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok